привет пусть егова будет с вами сегодня я хочу показать вам настоящие стрелы еговы вот они это настоящие стрелы еговы и вы должны понять вот для чего бог егова создал эти стрелы а если вы не будете понимать об этих стрелах то егова сделает свои стрелы огненными вот это обыкновенное растение а именно все растения это и есть стрелы еговы неважно какие вот все они имеют вот форму стрелы видите это обыкновенное растение зеленый лист вот это и есть стрела она острая как сабля вот нельзя порезать руку и она похожа на копье но на нее нельзя как бы вот почему именно она похожа на стрелу но она такая мягкая безопасная не создает для человека никаких повреждений вот эта стрела именно нужна для того чтобы отсюда выходила высокая статическая энергия энергия молнии которые распространяется по поверхности земли то есть вся земля становится электролизованным и поэтому энергия выходит а почему энергия выходит потому что вся земля электролизована но не воздух поэтому энергия выходит на воздух отсюда из растения энергия вылетает и при этом она вылетает именно от этих острых краев они вот этих гладких широких сторон нет отсюда энергия не вылетает потому что она гладкая а еще энергия вылетает вот отсюда вот вот этих острых краев энергия влетает и создает озоновый слой то есть сама по себе растения создает кислород кислород создается и этот же кислород создаёт превращается в озон то есть энергия которая выходит от этих стрел Она как бы ломает молекулу кислорода и соединяет их в озоновый слой, в озоновую молекулу, и она превращается в озоновый слой. Что при этом происходит? Вот энергия от места выходит, плюсовая энергия выходит, и тогда происходит это разрушение кислорода и создание озона. А энергия, она плюсовая, потому что она от молнии, так? То есть, по сути, отсюда отрицательная, то есть, минусовая энергия выйти не может. Вот. И когда энергия плюсовая выходит, она втягивает от воздуха минусовые энергии. Минусовая энергия входит в корни, в корни растения, то есть, корни начинают испускать минусовые электроны под землю, под почвой, и таким образом притягивает плюсовые молекулы, плюсовые атомы, плюсовые катионы, а именно катион водорода. Потому что водорода в земле очень много, и когда идет дождь, холодный дождь, лист становится холодным, и она начинает втягивать эти водороды и сохранять в своих гидридах. То есть, этот лист является гидридным хранителем водорода. То есть, именно если отсюда энергия выходит. И таких мест на планете много, и такими местами являются места, где есть каменный уголь. Итак, я вам рассказал про стрелы Яговы, которые находятся на нашей планете Земля. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok